Диана Шилова 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 сохранены. Единственное, вот то, что тот формат собеседования, который проводила приемная комиссия, она переведена в формат тестов и написание мотивационного интервью. Это для тех, кто планирует поступить и кто претендует на бюджет. Кто же будет поступать в магистратуру на контрактной основе, для них будет дана тематика мотивационного эссе. Надо будет выбрать одну из предложенных тем, написать мотивационное эссе и она отправится на электронный адрес председателя приемной компании. Примерно это все будет проходить в Microsoft Teams, скорее всего, да? Ну, это скорее всего, да. Скорее всего, это будет в Teams. Это уже обрабатывается непосредственно в приемной компании. То есть на сайте университета это все будет вывешено к 20 июня, когда начнется уже работа приемной комиссии и прием документов. К этому времени уже вся информация полностью будет вывешена на сайте университета. Я думаю, кто-то, наверное, еще не определился все-таки с направлением, куда он собирается поступать, выбрал предметы ЕГЭ. Какие предметы нужно сдавать, чтобы поступить в психологию? Образование, то есть, чтобы примерно определиться. Ну, для тех профилей, которые у нас имеют психологическую направленность, это психология, специально-дефектологическое образование, психолого-педагогическое образование, туда русский язык, математика профильная и профильная биология. А что касается педагогического блока, туда профильная математика, русский язык и общество знания? Это вот те дисциплины ЕГЭ, которые необходимо сдавать. Два основных направления психологии и педагогии. Где проходят практику после окончания первого, второго, третьего, четвертого курса студенты? Чем они занимаются непосредственно? Где эта практика проходит? Ну, я думаю, что более детально на эти вопросы ответят мои коллеги, поскольку они более тесно ведут, так скажем, практические занятия, практику у своих студентов и магистрантов. Поэтому вопрос можно адресовать поэтапно. Татьяна Владимировна в педагогическом блоке и Павел Николаевич, это блок психологии. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Дело в том, что наша кафедра занимается обучением магистрантов. То есть у нас магистратура по направлению педагогическое образование и на нашей кафедре, кафедре педагогики высшей школы, 11 магистерских программ. Так вот, по поводу практик на этих программах, все магистерские программы у нас проходят распределенную практику педагогическую. Что это значит? Это значит, что магистранты практикуются без отрыва от основной учебы в течение всего времени обучения. То есть уже начиная буквально с первых недель обучения, они прикрепляются к передовым нашим самым лучшим, самым продвинутым образовательным организациям и работают в них, практикуются в них еженедельно, несколько дней в неделю. То есть, допустим, три дня они обучаются и три дня они проходят эту практику. Таким образом, у нас получается, что за два года магистрант получает полный обзор каких-то практических компетенций, которые он должен приобрести и имеет возможность их отредактировать, откорректировать в процессе практики, в процессе работы. И я хочу сказать, что большая часть наших магистрантов уже трудоустраивается в процессе обучения, и они приобретают так необходимый им опыт работы. Ведь вы знаете, что очень тяжело сейчас трудоустроиться без опыта работы, а здесь получается наш выпускник, он имеет и хорошие практические навыки, и параллельно опыт работы, часто официально зарегистрированный, то есть уже с трудовой книжкой. Вот это, я думаю, очень важно и очень ценно. А что касается бакалавриата, тут, наверное, Нарина Сережина, вы более подробно скажете, потому что по бакалавриату не знают. Да, по бакалавриату педагогического профиля я тоже тогда, вот Татьяне Владимировне в помощь скажу о том, что наши бакалавры проходят практику на площадках наших лицеев, это IT-лицей, это лицей имени Лобачевского, а также школ, которые закреплены за нашим Казанским университетом, то есть те школ, с которыми мы сотрудничаем. Это достаточно большое количество хороших школ, лицеев и гимназий, которые мы сотрудничаем. На сайте нашего университета представлен, есть перечень этих школ, с которыми Казанский университет заключает бессрочные договора о том, что они будут принимать наших бакалавров к себе на практику, и ребята достойно проходят там практику. Добрый день. Психология, как на уровне бакалавриата, так и магистратура, тоже студенты проходят практику, и основной упор мы делаем на сотрудничество с психологическими центрами города Казани, где, собственно говоря, студенты имеют возможность тоже проходить практику и осваивать первичные навыки психологической помощи, психологической работы с населением. Сейчас основной акцент именно есть договора с психологическими центрами, и наши студенты проходят практику в основном там. Частично есть возможность прохождения практики тоже у нас при кафедре, но это уже больше такая непрактическая, больше связанная с педагогическими направленностями, то, что больше связано с работой со студентами. В целом практику проходят все и бакалавры, и магистры. Поступить на клиническую психологию в дальнейшем не могу стать я нейропсихологом? Нет, нейропсихологом стать нельзя без медицинского образования. Чтобы быть нейропсихологом, нужно иметь медицинское образование. А у нас это помощь ребенку и семье. Клиника психологическая помощь. Это больше психологическая сторона, больше психологическая составляющая, это не нейропсихология. Нейропсихология — это медицинский аспект. А можно чуть понятнее объяснить, что такое у себя клиническая психология? Павел Васильевич, это не наша, наша общая. За клиническую очень сложно сказать, но если смотреть все поле психологической специализации, то есть наша кафедра общей психологии, она больше ориентирована на психологию классическую, это акцент на фундаментальную подготовку в области психологии и возможности потом профессионализироваться как и в консультативной психологии, в организационной психологии, в социальной психологии. А клиническая психология уже более ориентирована на такую клиническую помощь. То есть клинические психологи имеют возможность работать в медицинских учреждениях и на стыке где-то с психотерапией, психологией. То есть в этом плане клиническая психология, само название она более клинически ориентированная. То есть дает возможность работать с людьми, у которых есть уже некоторые возможности, какие-то диагнозы, но не как врачи, а прежде всего как психологи. Да, вот здесь надо четко понимать, что в качестве врача он работать не может. Да, то есть это только в качестве психолога. И вы уже говорили, Нарина Сергеевна, но повторим для наших зрителей, потому что поступил вопрос, какие бюджетные программы для магистров есть и можно ли с другим образованием бакалавра поступить в ВПО? Да, с любым образованием бакалавриата можно поступить в магистратуру. У нас есть магистратура педагогическая с бюджетными местами. Там несколько, Татьяна Владимировна может сказать, какие именно профили подготовки есть. Также у нас на специально-дефектологическом направлении профили есть две магистрские программы с бюджетными местами и психолого-педагогическое тоже направление имеет две магистрские программы с бюджетными местами. Также у нас есть в этом году набор на бюджетные места, имеются на психологию. Это психология в бизнесе. И Сергей Николаевич опять к вам вопрос. Чем клинический психолог отличается от психиатра, наверное? Сможет ли это? Павел Николаевич, да. Ой, простите. Прежде всего, психиатр — это врач. И как врач он имеет право работать с людьми, у которых есть какие-то диагнозы. То есть работает в психиатрических клиниках. А клинический психолог — это все-таки человек, который более ориентирован на работу с психически здоровыми людьми. То есть это основное отличие. То есть все-таки психология иногда так путают психологию, психиатрию, психотерапию. Психолог работает со здоровыми людьми. Психолог помогает человеку, у которого нет диагноза. А уже психиатр, психотерапевт, они имеют право работать с людьми, у которых есть какие-то диагнозы и отклонения. Сфера работы разная. А что в случае двойных дипломов, это многим интересно, в случае стажировок за рубеж или же годичной программы? Можно ли пройти где-то после EPO или же во время обучения в психологии? Да, Татьяна Владимировна более подробно ответит. Да, действительно, во время обучения в EPO можно пройти стажировку за рубежом, поскольку мы сотрудничаем с множеством вузов зарубежных. В частности, очень активное сотрудничество у нас с Техническим университетом Дрездена. У нас магистранты ежегодно уезжают туда на полугодовое обучение, то есть без отрыва от основного обучения. Часть дисциплин они проходят там и практику тоже. Здесь, конечно, очень важным условием является знание иностранного языка, поэтому при собеседовании, вот обычно при поступлении, мы этот вопрос сразу заранее проясняли, чтобы потом можно было отбирать кандидатов на такое обучение. Ну, обычно от двух до четырех студентов в семестр у нас проходит такое обучение по обмену. В то же время зарубежные студенты из вузов этих приезжают к нам и учатся на наших программах. Я хочу сказать, что это возможность для магистранта не только посмотреть зарубежную систему образования и научиться чему-то, но это еще и колоссальные возможности в плане науки. Потому что чаще всего именно из этих стажировок привозят очень богатый какой-то эмпирический материал для исследований, для магистерских диссертаций, публикаций в хороших солидных журналах. То есть я хочу сказать, что у наших магистрантов есть очень большие возможности и в плане зарубежного сотрудничества в том числе. Ну и кроме того, не нужно забывать, что ежегодно у нас проходит очень крупное мероприятие. Вот буквально мы находимся сейчас в преддверии этого мероприятия. Это форум международный, форум по педагогическому образованию, который в этом году у нас пройдет юбилейный пятый раз. И начало его... Шестой? Шестой? Юбилейный у нас был в прошлом году. Ну вот видите, так быстро летит время. Шестой, значит, уже форум. И вот уже буквально на днях начала 27 мая пройдет он тоже в удаленном режиме, потому что ситуация мировая сейчас не располагает к очным посещением таких мероприятий. Но дело в том, что все наши магистранты имеют уникальную возможность принять участие в этом форуме. Они не только как слушатели, они принимают участие как авторы статей, да, они принимают участие как докладчики и содокладчики, и, конечно же, имеют там возможность каким-то образом представить результаты своих исследований, результаты своей работы. То есть международная деятельность действительно поставлена очень на высоком уровне, и огромное количество международных связей имеет институт. Все наши студенты-магистранты и аспиранты, тем более, могут воспользоваться этими возможностями. Есть ли какие-то изменения для поступления в одиннадцатиклассниках в условиях пандемии? То есть, грубо говоря, как в этом году будет проходить приемная комиссия? Приемная комиссия в этом году будет проходить так же, как и в прошлом году. У нас уже в прошлом году имелись опыты дистанционного подачи заявления для поступления. Что касается вступительных испытаний, они у нас остаются пока еще так же, в том же формате. Это три экзамена, а остальную информацию можно будет посмотреть на сайте университета уже ближе к 20 июня, когда начнется уже работа приемной кампании непосредственно. Все будет дистанционно. Пошагово можно зарегистрироваться на сайте Буду студентом. Пошагово заполнить анкету, прикрепить сканы документов, фотографии 3х4, не забыть, тоже туда прикреплять. И подать заявление в дистанционном формате. И существуют ли какие-то консультации для поступающих в магистратуру? То есть дополнительные какие-то, может, лекции? Консультации, естественно, будут. Они, наверное, также будут проходить дистанционно. Вот тоже на ТИМСе, как вот, в принципе, проходит наше сегодняшнее обучение. И расписание, оно будет представлено уже к тому моменту, когда будут поданы заявления в личный кабинет каждого подавшего заявления. Будет дано расписание, где будет написано, в какой день у них будет проходить консультация, в какой день у них будет проходить тестирование, либо мотивационное письмо. И какой минимальный балл будет в этом году для поступления, и где можно ознакомиться с примерными ценами на обучение? Материалы все доступны на сайте университета в разделе «Поступление буду студенту», вот иконочка «Абитуренту и школьнику». Нажимаем, находим бакалавриат, либо магистратуру, либо специалитет уже, кто на какой профиль будет выбирать себе пожелание, куда будут подавать документы. Там, значит, проходит по ссылочке программа вступительных испытаний, есть такое. Вот в этой программе все есть, все доступно, написано, ничем она не будет отличаться. Только вот разница будет в том, что весь формат вступительных испытаний будет проходить дистанционно. А как в этом году будет проходить прием иностранных граждан? Прием иностранных граждан будет проходить тоже в дистанционном формате. Уже с 22 июня будет первый поток вступительных испытаний для иностранных граждан. То есть те желающие иностранные студенты, которые хотят поступить в наш университет, в наш институт, они уже 22 июня на контракт у формы обучения могут сдавать вступительные испытания. Также заполняется заявление в дистанционном формате, прикрепляются сканы документов. Сканы документов все должны быть заверены нотариально. И подача заявления и welcome. Подача заявления в аспирантуру, магистратуру тоже будет с 20 июня? То есть других смещений не дать нет? В магистратуру да, в аспирантуру чуть позже, как обычно. Так, ну мне бы, думаю, хотелось бы услышать поподробнее про каждое, наверное, такое интересное какое-то направление, уникальное именно программу, которая представлена в институте психологии образования. У нас все программы уникальны, у нас все программы очень интересные. Тут, знаете, совершенно новое, чего нет у других. Ну, во-первых, начнем с того, что из всего то, что мы вам представили у других и нет, за исключением каких-то педагогических программ и профилей, да, психология, логопедия, специально-дефектологическое образование, специальная психология, клиническая психология, это все есть только у нас. И поэтому каждая из этих программ уникальна и везде очень интересно сейчас, честно говоря, делать какой-то определенный акцент на одну из программ, это просто, ну, я думаю, что, наверное, кто-то из коллег может просто обидеться, что чью-то программу мы не представили, да. Поэтому у нас все программы уникальны и на любую программу можно прийти, очень интересно. Вообще, в принципе, учиться в нашем университете, в нашем институте очень интересно. Это студенческая жизнь очень активная. Я согласен, что, конечно, у нас каждая программа имеет уникальность, просто немножко добавить от психологии. Хотел, что действительно есть своя наша уникальность, связанная с тем, что у нас есть своя школа, Казанская психологическая школа, школа исследований психических состояний, которая уникальна, я бы сказал, для России, и в каком-то таком мировом масштабе тоже есть своя уникальность и неповторимость в этом. То есть нас знают во всей России. Традиционно у нас и проходят ежегодно такие международные школы по психологии состояний, раз в три года проходят конференции тоже международные. И в этом плане, если идти именно по психологию, то есть специализация. У нас есть специализация и своя школа. И по педагогической магистратуре, если позволите, я тоже добавлю. Дело в том, что да, во многих университетах, институтах есть программы педагогической магистратуры, но уникальность наших программ заключается в том, что они объединяют в себе усилия двух институтов. То есть один – это наш институт психологии и образования, который дает методическую, педагогическую подготовку, психологический аспект. И второй институт – это институт профильный. Ну, например, при подготовке учителей химии – это институт химии. При подготовке учителей физики – соответственно, институт физики. И вот таких у нас восемь программ, они комплексные. То есть используются лаборатории профильного института, например, химические передовые лаборатории нашего федерального университета или физические. И в то же время методическая, педагогическая и практическая подготовка уже от Института психологии и образования. В этом уникальность данных программ, и в этом, наверное, их преимущество очень большое, потому что, я не знаю, какой другой институт мог бы похвастаться лабораторным оборудованием, таким, какой есть у профильных институтов Казанского федерального университета. То есть здесь учитель знакомится с такими аспектами работы, с которыми он не может познакомиться в другом месте. Но есть у нас еще одна программа, которая немножечко выбивается. Вот эти 8 программ, они про учителей школьных, то есть там учатся люди, которые потом пойдут работать в школу. И есть еще у нас программа, которая называется «Педагогика высшего образования». Там у нас учатся педагоги высшей школы. И это люди, которые потом пойдут в ВУЗ преподавать, опять же, дисциплины технические, естественно, научные. То есть чаще всего у них базовое непедагогическое образование, и они приходят именно для того, чтобы за эти два года получить мощную педагогическую методическую настройку к своему какому-то профильному базовому образованию. Потому что зачастую педагог, который работает в ВУЗе, он закончил этот же ВУЗ, например, технический. И, по сути, у него было немного часов в педагогике психологии, а вот такой специальной подготовки у него может и не быть. И сейчас вот поэтому данная программа пользуется большой популярностью. Но вообще все программы, конечно, уникальны и очень востребованы, это правда. Но если не ошибаюсь, в институте психологии еще специальные классы, которые там класс истории, химии, дошкольную вроде какая-то. Есть вещь. А там что происходит, сам процесс какой? Ну, во-первых, там учатся наши бакалавры, наши магистры. И в то же время на базе нашего института имеется повышение квалификации преподавателей. Поволжский центр. Да, Поволжский центр повышения квалификации. То есть учителя, которые работают в школах, они тоже приходят к нам и на наших площадках, наших лабораториях, которые у нас имеются, повышается уровень своей подготовки. У нас это тоже вот классы очень хорошие и довольно-таки востребованные. Туда по графику все попадают. Строго по расписанию. Все по часам, строго по расписанию, да. Какие предметы нужно сдавать для поступления на факультет начальной класса и иностранный язык? Русский язык, математика, профильное общество, знания. Мне бы хотелось узнать, какие возможности вообще? Мне известно. Вам известно, нашим зрителям неизвестно. Какие возможности есть у студентов Казанского федерального университета? Это стипендии, общежития, какие-то там дополнительные баллы во время активности? Ну, что касается общежития, то наши студенты стопроцентно все заселяются в общежитие. У нас нет таких студентов, которые не попадают в общежитие, если они желают там проживать. Это, прежде всего, деревня универсиады и общежитие студенческого городка нашего университета. Стипендия имеется и базовая, если, соответственно, студент учится на 4,5, он получает базовую стипендию. Также есть социальная стипендия, то есть это, если предоставляется справка из соцзащиты о том, что доход семьи там недостаточен, то не дотягивая до прожиточного минимума, тоже студенту назначается социальная стипендия. Также у нас студенты могут пользоваться социальными льготами в нашем Казанском федеральном университете, там тоже есть определенная статья расходов, то есть там за определенные позиции. И вот, как сказать, там многодетным тоже вот студенты, или если по утере кормильца, там студент предоставляет определенные справки, пишет заявление, то там тоже выплачивается социальная помощь. Социальная помощь у нас студентам очень в нашем департаменте молодежной политики довольно-таки хорошо работает, то есть у нас студенты, которые обращаются, все получают эту социальную поддержку. Также, что касается дополнительных баллов, то студенты-активисты, они имеют такую возможность, то воспитательный отдел им, значит, присуждает эти дополнительные баллы. И многие преподаватели учитывают это при выставлении баллов во время сессии. Все это можно пользоваться этим, если хорошо работать и принимать активное участие в жизни студенческой, в целом, в нашем институте, в университете в целом. Я хочу сказать, что наш институт в плане воспитательной работы единственный институт, который ежегодно готовит ректоровскую елку для детей, сотрудников, студентов, аспирантов. Это все делается силами наших студентов, непосредственно они, поскольку являются и студентами будущие, которые учителя начальных классов, дошкольного образования, психологи. Они очень активно в этом плане работают. Они сами ставят спектакли, они сами пишут сценарии, готовятся. И у нас всегда это мероприятие проходит прямо на ура. Для всех, причем это для всего университета готовится. Какие индивидуальные достижения учитываются в этом году? За что даются дополнительные баллы при поступлении? Дополнительные баллы даются за аттестат с отличием, там 5 баллов, за значок ГТО, по-моему, 1 или 3 балла. И, соответственно, победители Олимпиад поступают тоже вне конкурса. Призеры Олимпиад там тоже у них. Это все можно посмотреть на сайте университета, там более такая подробная информация. Если я получаю оплатный бакалавр в другом институте и хочу изучать клиническую психологию, в институте психологии образования, могу ли я поступить на заочное к вам? К сожалению, на направлении клиническая психология заочной формы обучения нет. У нас, в принципе, все, что касается психологии, заочной формы обучения не имеет. Это все только очная форма, за исключением трех магистрских программ. Только три магистрские программы по психологии у нас имеют заочную форму обучения. А остальное все только очная. Но если кто-то учится на бакалавриации на контрактной форме, то он имеет право поступить к нам на очную форму обучения на бюджет, при этом набрав достаточное количество баллов. Это нужно сдавать какие-то вступительные экзамены, получается? Или это из баллов ранжируется? Нет, смотрите, если это тот бакалавриат, тот студент, который, образно говоря, года 3-4 тому назад поступил со своими баллами ЕГЭ в какой-либо другой институт, то эти баллы ЕГЭ действительно, он с этими же баллами может поступить и претендовать на бюджетное место в наш институт. Если баллы действительно в течение четырех лет. То есть ему ничего сдавать не надо. А если это тот студент или будущий абитурент, который закончил какое-то среднепрофессиональное образование, имеет колледж какой-то или техникум, он должен сдавать вступительные испытания на базе нашего Казанского федерального университета. То есть по тем предметам, которые представлены для поступления, по этим предметам он дистанционно сдает экзамены здесь у нас. А в случае, кстати, кто уже имеет профильное образование в это среднее, как у них тоже будут проходить вступительные экзамены? Так же, все так же? Все так же, все дистанционно. Единственная возможность будет у тех, кто закончил педагогические колледжи, у них право выбора. Они могут вместо математики или русского языка сдавать педагогику либо начального образования, либо дошкольного образования, в зависимости от того, на какой профиль они будут поступать. Как можно перевести себя в институт психологии и образования? То есть что нужно, какие документы подготовить и где посмотреть нужную информацию? Ну, по переводам лучше всего, конечно, посмотреть на сайте и созвониться с деканатом, потому что этими всеми вопросами занимается отдел образования. Осуществляет ли в КФУ подготовка магистров по направлению, боюсь ошибиться с ударением, логопедия? Да, все верно. Если да, то какие вступительные экзамены необходимы и известны ли даты их проведения? Ну, даты проведения пока неизвестны, в связи с тем, что и приемная компания еще не начала свою работу. Что касается профиля логопедия, то чисто логопедия в магистратуре нет. Есть в специально-дефектологическом направлении две магистрские программы. Это технологии, это сейчас, чтобы не ошибиться, я более так подробнее зачитаю вам эти программы. Это у нас нейропсихологическое сопровождение в образовании есть и, по-моему, технологии в образовании. Что-то там, боюсь ошибиться в названии. Ну, я думаю... А, вот-вот-вот-вот-вот. Нейропсихологическое сопровождение в образовании магистратура и технологии профилактики и коррекции девиации у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот эти вот две программы магистрские, которые у нас имеются на профиле специально-дефектологического образования. То есть, как проходит у них практика, это непосредственно у кто работает с людьми с дефектами? Ну, у них тоже практика проходит в центрах, как уже Павел Николаевич говорил. Вот у нас есть центры психологические, да, где потом детские садики, где дети тоже вот с девиацией вот такие вот. Вот там проходят они практику, в школах они проходят практику. Логопеды в основном это детские сады, вот эти вот центры, школы, начальное звено, там они проходят практику. Очень много вопросов по дистанционному вступлению. Как это все будет поподробнее немного? Просто сказать. Как будет экзамен в аспирантуру проходить дистанционно? Что касается дистанционной подачи документов в аспирантуру и экзамен в аспирантуру, это, наверное, лучше всего поинтересоваться непосредственно в отделе аспирантуры. Потому что мы все-таки больше работаем с абитурентами для бакалавриата, магистратуры, нежели для аспирантуры. Потому что в аспирантуру приходят уже зрелые, сознательные, взрослые люди, которые хотят посвятить себя науке. И тут уже они могут прорабатывать с отделом аспирантуры нашего университета, непосредственно вопросы задавать. Либо на сайте на него смотреться. По нашим магистрским программам только могу сказать структуру теста, который предложен. Половина вопросов теста именно для магистров по педагогическому направлению. Это вопросы по педагогике. И половина вопросов теста – это вопросы по той дисциплине, в рамках которой человек собирается работать педагогом. То есть я напомню, что у нас это есть физика, химия, биология, математика, IT, история, обществознание и ОБЖ. То есть половина вопросов педагогические и половина вопросов по дисциплине. За исключением той самой программы «Педагогика высшего образования», про которую я говорила, там в структуре теста еще эссе заложено уже в структуру теста. И плюс программу, в которой IT, физико-математическом образовании, там в структуре теста помимо вопросов заложены задачи. То есть вот такой вот тест будет предложен. Я так понимаю, что удаленно будет решаться и считаться вручную, да? Нет, тесты будут просчитывать непосредственно автоматические программы, которые наша приемная компания занимается. А, естественно, задачи и мотивационные интервью, эссе, это будет отправлено на почту председателя приемной комиссии. И он, соответственно, с членами комиссии будет просматривать это все. Это, я думаю, с магистратуры было, да? Это вот магистратура, это по магистратуре. Аспирантура, аспирантура? Нет, аспирантура, я вот еще раз повторюсь, что касается аспирантуры, это лучше все вопросы задавать непосредственно в отдел аспирантуры нашего университета. Учитываются ли дополнительные баллы за декабрьское сочинение? А, добавляются ли баллы за декабрьское сочинение, которое писали? Нет. Ох, чтобы вам еще интересного задать. Даже не знаю. Так, было бы интересно что-то услышать. про, думаю, про поподробнее, про каждое направление, и что оно из себя поподробнее чуточку представляет. Еще подробнее. Ну, что касается вот педагогической нашей магистратуры, да, я хочу сказать, что интересного у нас. Интересно у нас то, что у нас в институте есть центр специально созданный, центр педагогической магистратуры. Это целый этаж нашего учебного здания, специально оборудованный. То есть там небольшие кабинеты, небольшие аудитории, потому что группы магистрские, они, как правило, небольшие. Порядка 10-15 человек. И каждая из этих аудиторий имеет какое-то свое предназначение. То есть там есть аудитория проектирования, там есть лаборатория по физике, по химии, да, как мы сказали. Там есть аудитория для проектной деятельности, тренинговая аудитория, даже кинозал, да. И вот психологические там есть лаборатории очень интересные, с оборудованием. Но кроме того, еще это уже в отрыве от педмагистратуры, от самого помещения, да, у нас есть две видеостудии в нашем институте, которые предназначены для того, чтобы наши преподаватели записывали свои видеолекции, да, не только, кстати, нашего института, но и других институтов. Но их активно под руководством преподавателей используют и студенты. И вы знаете, вот особенно магистранты. И вы знаете, что наши магистранты, будущие педагоги, они уже в процессе обучения записывают для себя целый курс видеоуроков. То есть это огромный бонус, я считаю, на самом современном, на самом хорошем оборудовании. В рамках своих практических занятий, в рамках своих магистерских исследований они имеют такую возможность под руководством своих преподавателей в совместном творчестве записать очень хорошие, качественные, профессиональные материалы для своего портфолио и для тех вот дистанционных курсов, которые ведет сам преподаватель. Например, я как преподаватель использую эти материалы для того, чтобы следующие студенты смотрели, как, в каком формате делать видеоработы. А на сегодня это очень актуально, потому что, согласитесь, вот раз и перешел в дистанционный формат весь учебный процесс. От дошкольного и до высшего образования. И первое, что нужно было любому педагогу, любому учителю, это как раз-таки материалы для дистанционного обучения. И здесь наши выпускники однозначно выигрыши, потому что у них такие материалы уже, в общем-то, на руках. Я думаю, это тоже серьезный бонус для нас. Я бы добавил еще, да, психологии, поскольку, ну, к сожалению, уже сегодня было сказано, что на профиль психологии классической в этом году нет бюджетных мест. Но я как понимаю, это некоторое такое свидетельство такой элитарности и престижности психологического образования, поскольку, ну, на мой взгляд, не нужно убеждать и показывать, что необходимость психологических знаний психолога растет с каждым днем. И за счет усложнения жизни, да, и за счет того, что мы как-то имеем дело с теми же цифровыми технологиями, то есть помощь психолога, оказывается, нужна везде. И все-таки мне кажется, что аналогов психологического образования в Казани, как у нас, больше нигде нет. То есть мы действительно сохранили вот эту школу университетского психологического образования, стараемся ее поддерживать. Вот и помимо там бакалаврской программы, то есть также есть несколько магистратур, посвященных там психологии семьи и семейного консультирования. Вот я уже говорил об уникальной программе психологии психических состояний, да, вот, то есть в этом плане, ну, вот, если действительно необходимы некоторые фундаментальные университетские знания в психологии, то, на мой взгляд, аналогов просто в Казани точно нет. Вот здесь хочется сказать, что вот именно та база, которую мы даем, она дает возможность потом уже специализироваться где-то в других областях психологии, продолжать, с одной стороны, научную исследовательскую деятельность, да, мы в какой-то мере, как такие академические психологи за это ратуем, и мы всегда радуемся, когда психологи, наши студенты проявляют какой-то интерес к исследовательской деятельности, вот, но и в то же время дает возможность такие фундаментальные знания потом и в практике использовать это, работать с практическими психологами, психологами-консультантами, то есть это тоже необходимо. К сожалению, иногда вот не хватает каких-то таких фундаментальных знаний для того, чтобы работать в практической сфере, вот, мы стараемся, ну, этот недостаток компенсировать. А если психолого-педагогическое направление в магистратуре, каким будет тест магистратура с одаренными детьми? Да, есть, в данном профиле имеется магистратурой, она как раз-таки, так и, в общем-то, и называется магистратура. Это психология инновационного образования и развития детской одаренности. Там тоже будет проходить прием дистанционно, будут также даны тестовые вопросы и мотивационное эссе. Также можно будет предоставлять портфолио свое тоже. Ну, вот мотивационное эссе, портфолио, это все будет высылаться на почту председателя комиссии. А тесты будут уже, программа сама будет проверять. И последний вопрос. Будет ли реализована в этом году заочная форма магистрской программы консультативная психология? Да, будет. На этом мы заканчиваем наш эфир. Он прошел очень быстро. Вы смотрели Инсталайв с Институтом психологии и образования Казанского федерального университета. И сегодня на вопросы битвуиентов ответили доцент кафедры общей психологии Афанасьев Павел Николаевич, координатор приемной компании Института психологии и образования Путуляна Рене Сергеевна и доцент кафедры педагогики высшей школы Сибгатулина Татьяна Владимировна. С вами Ладьяна Шилова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»